А в Днепропетровской области жители трех поселков опасаются экокатастрофы. В полукилометре от их домов планируют построить завод по переработке отходов, которые содержат химвещества. Например, аккумуляторы и лампочки с ртутью. Насколько серьезна угроза, разбиралась Елена Миндалюк. Поселок Партизанское находится всего в нескольких километрах от Днепра. Именно здесь хотят открыть завод по переработке опасных отходов. Мощность производства позволяет за 8 часов утилизировать 100 ртутью, содержащих ламп. А за месяц обезвредить до 9 тонн химического мусора. Речь идет о загрязненных нефтепродуктами отходов, остатках лаков, красок, эмульсий. Все это будут утилизировать путем термической обработки. Возле территории, где вскоре начнется строительство, собрались местные жители. Около 100 тысяч людей, которые могут попасть в эту зону, в зону урожения. То есть это ртутными парами, кислотными веществами с под аккумуляторов, с под всего, которые здесь собираются перерабатывать. Процесс хранения всех вот этих вот химических отходов, это все будет храниться. Дождевой водой это все будет смываться в почву. И непосредственно, буквально через какой-то очень короткий период, это будет нестись в арель и будет попадать в Днепр. Местная жительница Светлана Бакутина боится, что после запуска предприятия местность превратится в зону отчуждения. Мы так в Чернобыле, мы дышали, как вагоны сюда пришли. У нас люди сильно болеют, это диабет и сердечное заболевание. В общем, нам это не годится. Это нас полностью, тогда надо взять и нас сгорнуть полностью, а потом что-то строить. Людей настораживает также стоимость строительства. По предварительным подсчетам вместе с оборудованием сумма инвестиций составит около 5 миллионов гривен. В то время, как во Львове на подобное производство потратили более 1 миллиона евро. Меня, естественно, смутило, что будет на этом месте. Посмотрела, какое там оборудование планируют строить. Я понимаю, что это чуть ли не кустарный метод производства, переработки. Одним из инвесторов этого завода выступает глава общественного совета при госэкоинспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика. Возмущение людей она не разделяет, но обещает услышать каждого. А вы являетесь инвестором? Одним из инвесторов. Все, что могут сделать люди, это внести как можно больше каких-то своих предложений, каких-то своих замечаний, которые мы можем не видеть. Областные чиновники, отвечающие за экологию в регионе, пока не могут дать оценку безопасности завода по переработке химпотходов. Директор Департамента экологии и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что проект не видел. Да и разрешительные документы выдают не они, а Министерство экологии. Пока мы не увидим проектную документацию, пока эта проектная документация не будет оценена, то сказать, чи законно, чи незаконно, чи будет впливать, чи не будет впливать, неможливо. Но тут выключено остальное слово будет за громадой, на территории которой будет проводиться громадское слушание. Местные жители выступают категорически против строительства завода. Жалобу уже подали в областную прокуратуру, готовят обращение в администрацию, уверяют, если их не услышат, выйдут перекрывать автомагистрали. Елена Мадалюк, Евгений Каднецов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.